Это поражение Армении, прежде всего дипломатическое. Арсен Харатян. Происходящее – это крупное дипломатическое поражение для Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший советник Никола Пашиняна, конфликтолог Арсен Харатян. В частности, он отметил, один. Армения сдает территорию стратегического значения, якобы начиная делимитацию, не получая при этом никаких гарантий безопасности. 2. Уступка является односторонней, без возвращения территорий, оккупированных Азербайджаном после 2020 года в Джермуке, Миркин, Андео, Сеф-Личе и других районах. 3. В качестве единственного оправдания односторонней уступки Армении представляется аргумент предотвращения возможной агрессии со стороны Азербайджана, что должно и может быть сделано дипломатическим путем. Как? 1. 1. Ежедневно говорить и напоминать об этнических чистках арцахских армян и постоянно растущем армяноневистничестве в Азербайджане. 2. Без восприятия права на возвращение арцахских армян нельзя будет говорить о реальном сосуществовании с азербайджанцами. 3. Говорить о мире путем односторонних уступок. Это не решение, а продолжение цепочки выигрыш-проигрыш, в которой Армения продолжает проигрывать. Если такая логика сохранится, за Тавушем последует Тигранашин, затем Варденис, затем Цапатах, потом, возможно, Коридор, а дальше все на усмотрение Алиева. А Джермук, Сеф-Лич, Неркин-Анд и Сесианские горы будут по-прежнему пребывать под оккупацией. Потом потребуют отозвать иски против Азербайджана из Гааги, и они сделают это. Политическое большинство называет Алма-Аттинскую декларацию большим достижением, хотя это аморфный документ без карты, о котором, кроме Армении, похоже, не говорит ни одна другая подписавшая ее страна. Иными словами, на основе этого документа не регулируется отношение между другими соседними государствами на территории бывшего СССР, не говоря уже о том, что вопроса возвращения пленных нет на повестке дня. Да, военные и дипломатия напрямую связаны, чем сильнее вы с одной стороны, тем сильнее вы можете быть с другой. Никол Пашинян слаб и в том, и в другом, и что целая страна и народ обречены на бесконечное поражение. Замена в офисе Арарата на Арагац, Тигранашина на Кярке и, возможно, именование Вардениса Басаркичереем не приведет к мирному соглашению. Вы ступаете по очень тонкому льду, дамы и господа, и не только не пытаетесь добиться внутренней солидарности, но и используете платформу национального собрания, и свое большинство в этом зале с позиции абсолютной правоты. Мы никогда не писали свою историю. Чемчан переворачивается в гробу, и вы надо выяснить точные цифры жертв геноцида армян. Этот водоворот высокомерия, примитивности и невежества должен прекратиться, иначе вы потеряете последней крупицы человеческого доверия, которое было оказано вам в качестве голосования в 2021 году и во время народного пробуждения 2018 года. Путь к миру как самоцели и фактическое оправдание всех возможных неудач простыми шовинистическими мотивами, краток. Наш народ, повидавший неописуемые жестокости, не бесплоден, чрево его не высохло, и наши лучшие дни впереди, с вами или без вас.